Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 496. События дня. Эпиграф взят 1 Калинфом 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. 21.04.17 год. Что интересно, вчера ничего сюда не записал. Просто покажу из некоторых мест наши ресурсы. И сразу перейдем к вопросам и ответам. События были все, но просто решил оставить место свободным больше на вопросы. Так, теперь нам нужно войти, показать наш мир. Вот. Кто не знает, чтобы они увидели, кто смотреть будет. Это мой мир. Тут я просто в шапке. А другой, где я с голубем, там смотреть можно, но не писать. А здесь все есть, и почта, и все. Спрашивают о чем. Второе, это наш форум. Вот я посмотрю сразу, сколько вчера посещаемость было. Вчера к нам зашло, просмотров было на форуме 740. Ну, 740, это не два человека, значит. А форум интересный. Ничего на него не добавляю сейчас. Никаких споров нету. Он совершенно открытый. И никаких споров нету в течение восьми месяцев. Ну, это что-то говорит. То есть, каждый день, если приходит даже два человека, что они здесь делают на нашем форуме? Ну, это 740. Форум это ругань. Форум это всякое скверно. Посмотрите, вот на форуме у Андрея Кураева, ну, который я знаю, у кого форумы есть. Где можно давать ответ? А у нас-то любой может зарегистрироваться. Вот эти разные тролли, флудеры тут бывает заглядывали. Ну, они видят, что их никто не поддерживает. И за этим смотрят у нас. Нету. Вот здесь как выглядит наш форум. Вот теперь видно. Смотрите. Вот храм Христа Спасителя. Он очень хорошо составленный. 1600 тем. И любую можно сразу найти. Прямо под храмом вот здесь новое сообщение. Ткни на первую страницу. Еще правее общий поиск. Не поиск по темам, а общий. Ткни рамочка. Слово два заряди. И все, тема выскочила. Тема полная. Там и аудио, и видео, и кто сказал. Ну, по любому празднику. Там видно, и патриарх выступает. Вот. И еще что у нас, это большой видеоканал. Православный видеоканал открытым оком. Во свете Библии. Так, ты что-то ушел, у меня далеко нет. Я хотел бы сегодня узнать. У нас просмотров 6 миллионов 79 тысяч. Да, 588. Да, сколько возникает. Напиши, канал Игнатий Латкин. Мы сейчас узнаем, сколько у нас роликов. Так тоже пойдет. И сколько тут? 6 тысяч 959. 6 тысяч 959 видеороликов наших, не чужих. Поэтому, как бы кто ни относился, но видно, что мы живем очень открыто. А хорошо или это плохо? Ну, почему-то говорят, тут прозрачные доходы должны быть. Если у Кобзона сейчас доход идет там на 100 миллионов, он так и написан, на 100 миллионов прибыль больше стало у него. Но не скрывается. А что скрывается-то? Ну, и еще дальше. Это наш видео, видео, не скажу, что говорю-то. Православный библейский сайт. Во свете Библии. И самое ценное, я так считаю, это вопросы-ответы, которые я давал в университетах, на радио там. И сейчас мы заканчиваем темой веры, шестая. А потом взаимоотношения начнем. Итак, переходим к вопросам и ответам. Вера. А то уже осталось здесь 5 вопросов. Мы их сейчас озвучим. Так, считаем. Вопрос 601. Второй том «Открытым оком». Это у меня книги так называются. Их 33 тома. Второе к Коринфянам 6.1. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Значит, благодать Божия может быть принята напрасно? Видите как? Ну, ясное дело-то. Зачем бы Павел говорил? Ответ. Напрасно в смысле дела, не доведенного до конца. Если человек начинает строить и не высчитает расходов. 1 Тимофея 1.19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Откровение 3.11. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Конец дела венец. Евреям 10.38. «Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя». Филиппийцам 3.18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Филиппийцам 2.21. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Вернусь назад. Смотри, вопрос какой. Считай. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». А и дальше говорит этот человек, который задал вопрос, и он к этим словам дописывает. Значит, благодать Божия может быть принята напрасно. И вот теперь я показываю. Раз, два, три, четыре, пять мест писания. Больше ничего нет. Вообще ответа не даю никакого. А какой? Да, ответ дам в Священном Писании. Снова вопрос. Вопрос 602. Второй том, открытый боком. «Насколько в наше время есть вероятность спастись, ибо судя по всему, что творится в мире и в церкви, то это очень трудно?» Это, кажется, было. Ответ. Ответ. «Трудно и почти невозможно». Филиппийцам 4.13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 1 Калининфянам 10.13. «Вас постигло искушение не то иное, как человеческое. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы смогли перенести». Римлянам 5.20. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Еще проще ответить, показать, где Бог уже ответил. Нет, вот Бог говорит, повторяю, чтобы так отвечать, да и в моей мудрости-то никакой нету, совершенно. Практически нету на страницах, или сказать, в интернете, нигде нету. Вот по-своему что-то говорит, и когда начинаешь их слова разбирать, то больше 6% правды нету. Ни у патриарха, ни у кого. Третье ездры 6.33. «Посимон послал меня показать тебе все это, и сказать, уповай и не бойся». Притча 22.19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Исайя 12.2. «Вот Бог, спасение мое, уповай на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение». Псалом 113.19. «Боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь ищет». 1 Фсалоникийцам 1.3. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Дальше. «Чем труднее, тем блистательнее победа». И далее стихотворение. «Дело святое за правду стоять, весело биться со злом, любо врага на борьбу вызывать с ясным открытым пчелом. В этой упорной, неравной борьбе лучше победы не жди, знай, что пожать не придется тебе дум твоих светлых плоды. Но закаляясь все больше борьбой, не отступай ни на шаг, чтобы и труп, опозоренный твой, встретил с почтением враг». Федорово Малевский. «Даже труп, опозоренный твой, встретил с почтением враг». Это вообще награда считается за это. Далее. Вопрос 2368, 10-й том, открытым оком. «Нужно ли научно иметь доказывать то, что люди вычитали в Библии или встречали необычного в жизни, а веры полной все еще не имеют?» Ответ. «Неплохо узнать больше совопросника, затронуть тему с такой стороны, какая собеседника уже приоткрыла что-то. Но это не главное. Суть в том, чтобы установить авторитет Библии». «Запомните, всегда и везде установить авторитет Библии, и далее мы только места показываем. Но и люди не будут верить. У меня пример есть, у меня жизненный опыт, очень большой. Мы сидим в камере, в тюрьме, а там делать-то нечего, считаем. Вот задают мне вопрос, задают это во главе директоров, первой секретарей, судили, захватили большой улов был тогда. Внезапно умерли, застрелился первый секретарь Алтайского края Аксенов, а в это время их и начали подгребать всех, которых раньше не могли взять, он не разрешал. И вот я им считаю, сидел преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Я считаю из Библии ответ, ну что тут все, ты сам-то ответишь, можешь, нет. Я не разговариваю, опять прочитал, опять молюсь. Проходит не больше двух дней, они прямо спрашивают, ну а у вас там что в книжке-то вашей написано про это? Все. Был на Кузнецке, это я про Барнаул говорю, на Кузнецке. Меня посадили, отсадили в камеру, у меня милиция одна находится. Милиция там, кого-то убили, что-то такое. Ну это уже щадящий режим такой. Ну и вот один лежал, помню, майор. У него что-то случилось, на охоте стреляли где-то и по неосторожности он там или как там, убил другого, застрелил. Говорит, я не видел его в камышах, но как же стрелял, я говорю. И вот он меня спрашивает, а лежит, лежит на полу, там места не хватало, шконок этих кроватей. А как так? Я говорю, так-то он лежит, долго лежит молчает, потом да, как все обдумано. Вас вообще не взять. А следователи, а он милиционер, все-таки, кажется, майор был или что. И он говорит, им вас не осудить по правде, нет. Почему? А я скрылся за Бога. Как Солженицына, когда вербовали в тюрьме, в лагере он был, Ветров ему кличку дали. А он говорит, я не могу. Ну вы же патриот, вы же гражданин, вы же офицер, советский человек. Это считалось вообще. А если не работаешь на них с тукачем-то? Он говорит, не могу. Я уверовал здесь. Я христианин. Следователь походил, походил, бросил, пленул и все. Почему? Он говорит, я впервые спрятался за Христа. Как это важно. И еще с собой не сделают. Считаем. Если этого нет, то на все ваши прекрасные доводы найдутся более веские контрдоводы. Как один из примеров, это чудо воскресения Клавдии Устюжаниной, жившей в Барнауле по улице Крупской, 96, в 1964 году. Теперь провели даже расследование по этому факту. И выявилось, что врачи допустили или ошибку при выписке по болезни, или умышленно теперь лгут, что она не умирала. Но даже если и доказано будет, что она воскресла, то они не поверят. У них мертвая зона на совести. Они не избраны Богом. Вышла даже книга про этот случай. Книга по следам барнаульского чуда. Так называется. Аллы Добросоцких. Опыт документального расследования. Москва, 2004 год, 248 страниц, 50 фотоснимков. Благословение Патриарха Алексея II, 15 тысяч экземпляров. Даниловский благовестник. Дальше. Их адрес. Даниловал, 20. Из предисловия, кавычки открытые. Чудо воскресения Клавдии Устюжанины обросло всевозможными легендами. В книге сделана попытка отделить истину от плевел. Из послесловия, кавычки открытые. Мы просим откликнуться не только очевидцев, но и родных их и знакомых. Здесь, всех, кто знал Клавдию Никитичну, был у нее. Будем молитвенно благодарны каждому, кто откликнется на адрес издательства. Видите, они как пишут. Кто, может быть, знает. У них недостаточно. Ну и я написал автору такое письмо. Кавычки открыты. Я, Лапкин Игнатий Тихонович, 1939 года рождения, православный христианин. Лично знал Клавдию Устюжанину. Бывал у нее дома не раз с совершенно определенной целью. Не интересуюсь ее воскресением из мертвых. Ваши книги во мне поминаются на странице 163-164. То есть у них книга, и там про меня и говорится. Там написано так, кавычки открытые. В них книги, которые по благословению Патриарха Алексея Второго вышло, пишется. Оказывается, духовный путь отца Григория тоже начался в Барнауле, где он обратился в православие через удивительного православного проповедника Игнатия Лапкина. Отец Геннадий Фаст благочинной церкви Енисейского округа Красноярской Енисейской епархии привел в своей статье еще один удивительный штрих. Вот на 1985-86 годах над ним висел судебный домоклов меч по Барнаульскому делу проповедника Игнатия Лапкина. Видите как? В одной книге встречается, кто там? Отец Григорий, это Яковлев, которого Кришнаит убил, затрезал голову и в алтаре на престол бросил в городе Туре. Об этом сочувствие было от Патриарха Алексея Второго. Вот такое дело-то. Ясно дело, если обо мне не упоминают и просят, кто что знает по Клавдию Стижаниной, сказать. И я решил написать им. Мне стало известно, что Клавдия Никитична написала сама или с ее слов кто-то записал о ее воскресении из мертвых. Я сразу же поинтересовался ее духовным состоянием. Вот ничего. Я это услышал и пошел к ней навстречу, понес Евангелие. Взял Евангелие, это трудно было достать. Когда же узнал, что она не имеет Евангелия, то тут же пошел к ней с Евангелем и подарил ей. По моим понятиям, ее духовное состояние показалось мне очень тревожным. Она вела себя нервно, разговаривала то шепотом, боясь соседей со стеной. Хотя я сказал ей, что у них замок на двери. У соседей-то никого нету. То вскрикивала горячечно. Вскрикивала? Вскрикивала, да, горячечно. Кавычки открыты. Да вы никому сто тысяч лет не нужны, а меня ищут убить. Это она сразу так отреагировала. Это она так отреагировала на замечание, что не нужно их бояться. Что меня уже не раз арестовывали, держали в психушке еще в армии. В общей сложности я пробыл на учете психиатрии 26 лет. И только в 1992 году, когда был полностью реабилитирован, все пытки и эксперименты надо мной признали, как злоупотребление советской психиатрии на политзаключенных. О чем и вы пишете на странице 103, 106, 36. Вот это, которая книга про Клавнию Стюжанину. Принесенный ей мед от пчел, которых держала моя мама, она, со слов ее приближенной, якобы выбросила на помойку, боясь, чтобы ее не отравили. Вот так. Евангелие она совсем не знала, а только так, что-то на уровне есть Бог. Мне она сказала, что боится причащаться от отца Николая Войтовича, который изображен у вас на странице 130. Отец Николай, конечно же, не верил в ее воскресенье. Он лютый враг евангельской проповеди и истины, где он потрудился. Там лет 50 не будет расти евангельское семя. Это в Барнауле он был благочинный. Я с ним воевал смертно более 25 лет. Это копия партийного функционера. Упомянутый высший отец Геннадий Фаст обратился в моем доме от проповеди, видя, придя в православие из Миннонитов. Что мы не знали, с кем разговаривать, я им написал. Расследование вы сделали большое, но для кого и для к чего? Это ко Христу никого не приведет, как и не привело. Пустой интерес афинян. Это я им пишу. Деяние 17.21 Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охоте не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вот интересно, когда вот так где-то касается, меня прямо спрашивают. Я даю факты, цифры, ну как есть. И как правило, ну что они могут сказать на это? Ничего не отвечают. То есть те, которые написали, и они тоже такие же. Как же не заинтересоваться? Я такое говорю явно, что потяни-ка за эту веревку. Сколько еще-то там будет-то? Ну хотя бы сказали, благодарим. Вот вы очевидец, вы знаете ее, об этом никто не писал, ни ее сын Андрей, он в Струнино священником был. И дальше. Верить в Слово Божие, вот что нужно. А верить в воскресение из мертвых, кого бы то ни было, ничего не дает. Вот как толкует блаженный Феофилак при еще богаче Лазаре. Когда богач просит воскресить праведного Лазаря, чтобы уверовали через него, кавычка, барнаульское чудо родственники богача. Лука 16, 29, 31. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушает их. Он же сказал, нет, отча Авраами, но если кто из мертвых придет к ним, то покается. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Так. Что же сказал Авраам? У них есть Моисей. Ты, говорит, не так печешься о братьях, как Бог, творец их. Он приставил к ним бесчисленных наставников. А богач говорит, нет, отча. Ибо как сам, слыша Писание, не верил, и слова их считал баснями, так предполагал и о братьях своих. И, судя по себе, говорит, что они Писание не послушают, как и сам он, но если кто воскресен из мертвых, поверят. Есть и ныне подобные люди, которые говорят, кто видел, что делается в аде, кто пришел оттуда и возвестил нам. Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы не слушаем Писаний, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам из ада. Это очевидно из примера иудеев. Они, так как не слушали Писания, не поверили и тогда, когда видели мертвых воскресшими, даже помышляли и убить Лазаря. Вот так, так что если воскресло, Исландия говорит, что ее могли там убить, вполне могли убить и что угодно сделать. Иоанна 12, 10. Равным образом и после того, как при распятии Господа воскресли многие усопшие, Матфея 27, 52, иудеи дышали на апостолов еще большим убийством. Притом, если бы это воскресение мертвых было полезно для нашей веры, Господь творил бы одоное часто. Это говорит Блаженов Феофилах, то ты считаем. Но ныне ничто так не полезно, как тщательное исследование Писаний. Понятно. Иоанна 5, 39. Вот что нужно-то. Тщательное исследование Писаний. Воскресать мертвых, хотя призрачно, умудрился бы и дьявол, и поэтому ввел бы неразумных в заблуждение все между ними учения об аде, достойные своей злобы. Вот как сейчас там книга Еноха, вот придумали сейчас эту ложь сатанинскую, и сразу, мгновенно туда перекидывается, еще сердце не наполнено благодатью Духа Святого. Церковь отвергла это, как апокриф. А вот там в Африке они приняли, ну не пускай приняли, и что с них спрашивать, они отошли от церкви. А при здравом вашем, нашем исследовании Писаний, дьявол не может ничего такого выдумать, ибо они, Писания, суть светильники, свет, 2 Петра 1, 19, при сиянии которого вор обнаруживается и открывается. Итак, нужно Писанием веровать, а не требовать воскресения мертвых. Кавычки закрыты. Вы пишете о докторах, евреях, неймарках. Вот это написано Феофилактом и Златоуста, и есть их характеристика. Смешно слышать, как они, даже при своих элитных званиях докторов наук, трепещут от одного намека на свою нацию, что где-то они не отличились перед шариковым полиграфом. И отчего так? Это жених Атакагала, имеющего твердейшую инструкцию для всех своих, никогда и никому и нигде не позволять говорить у худо-евреях. Было или не было чудо с Устюжаниной, но они не поверили и будут изворачиваться. Они лгут всегда. Вот это я написал и об евреях, они это уже никогда не напечатают. Вот то, что впереди, она еще как-то могла, та, которая автор-то просит, кто знает, откладывая, откликнитесь, но я на их просьбу откликнулся, не звука. Но и Устюжанина позволяла так легко себе и Андрюше лгать, строительство 36 и другие. А всякая неправда есть грех, и она от дьявола. 1 Иоанна 5.17, Иоанна 8.44. Дьявол Клавдии вертел, как хотел. Она была в страшном обольщении после воскресения, и считать ее вполне нормальной можно было с большой натяжкой. Она не раз была контактером на посмеянии у бесов. Боясь лечиться в Барнауле, она тайно выехала в Новосибирск, как она говорила к зубному врачу. Это я с ее слов говорил. Я вот говорю то, что видел. Андрюша был дома, сидел у окна, делал уроки. Он был тихий, очень спокойный парнишка. И вот там ей, ее, в кавычках, вдохновитель говорит, сына твоего схватили и пытают в милиции. Она сорвалась, и, имея денег, достаточно садиться в первую же машину, в самосвал, и испуганно вбегает в свою квартиру. А мы сидим, спокойно беседуем. И она ахнула. Опять надо мной и насмеялся. Вы тоже пишете о ее прелести. Не люблю это слово. Страница 27. С отцом Александром Пивоваровым мы очень хорошо знакомы. Мы три родных брата. Иоаким, Игнатий и Павел учились на священника в его доме. Он прекрасный проповедник. Брат мой Иоаким теперь благочинный по Алтайскому краю от РПЦЗ. На странице 154 вы говорите о предателях. Кавычки открыты. Ники П. Бывший химик из Томского университета, о котором все знали, что он передавал церковные дела в КГБ. И еще один игумен. Уж как они старались, чтобы отца Александра осудили. Это они пишут. Я теперь беру кавычки, а теперь объясняю. А вот священное писание всегда называет людей и хороших, и подлых по именам и по отчеству, оставляя их лик для потомков. Не нужно зашифровать. Я-то знаю этих П. Ерсияновых и Игумена Кострикова. То есть они буквы ставят, а я говорю П. Персиянов был. А это Костриков. Они в моем, кавычках, деле были. Я издавал на магнитофонных пленках записи житей мучеников 20 века, умученных коммунистами. Вот как это выглядело в моем деле. Выписка дословная. Дословная выписка я теперь беру прямо из моего дела. Алексей Васильевич Хе Костриков, 1951 год, диакон, кавычки открыты. Я взял у Бибаровой 20 век христианства. Пленка так называлась, две кассеты. По 8 часов 20 минут. И передал их уполномоченному по делам религии Красноярского края. Он выпросил у нее, выманул, пошел и отдал. Кавычки закрыты. А то, как-то они не были... Это сергианство. Этим заражена была вся патриархия, вся поголовно. Вы пишете о Гедеоне на странице 66. Ну, это был у нас архиепископ Докукин, а потом он стал ставропольским митрополитом. Что Пивоваров отец Александр был секретарем у него. Этого не могло быть, так как Гедеон еще не был тогда епископом. А был архиепископ Новосибирский Павел Грек. Секретарем отец Александр будет только в 1979 году. То есть, а у них неточности такие. Ошибки могли быть и у врачей, как и у следователей. Врачи почти все делают на ощупь, на предположении. Они дают документы. Это их обычная засекреченная глупость, нераскаянный грех. Они же почти, они же все почти дети убийц. Дети прелюбодеев и воров. Как в фильме «Служебный роман». Вывесили уже на похороны портрет коллеги Бубликова. А он с собственной персоной приходит на работу. Врачи по ошибке выслали однофамильцу в похоронку. Нас должно интересовать, помогает ли чудо воскрешения из мертвых стать христианином по-настоящему, имеющему рождение свыше. А если чудо не делает святым, а за это чудо на тобой еще больше будет спрос, то что тебе до чуда? 1 Коринфянам 1, 22-23 Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Вы поминаете про Шойхета Якова Наумовича, Нахмановича, Стролиса, 85 Он мне делал операцию и помогал при другой операции на позвоночнике, ходатайством. Когда он уже поднял вымытые руки, я сказал, что лягу на стол, когда помолюсь. Молитесь. Я встал на колени перед операционным столом и стал молиться. Позже он мне рассказывал, что его помощница Матрена шепнула ему, сколько же можно ждать. Но он дал ей знак молчать. Операцию сделали. Я живу после нее уже 40 лет. Тогда он был доцентом. Да, он еврей. Он вспоминает, как я проповедовал в палате, когда туда приходили их студенты-практиканты. И это в те же годы, что описываете вы. Как я и много пишу, кого они там упоминают в книге. А я всех их знаю. То есть я тут совершенно несторонний. И дальше. Притча 16,7. Когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Да. Господь Христос оставил нам одно чудо-знамение. Его воскресение из мертвых. Матфея 12,39. Но он сказал им в ответ. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. Знаете, сколько я написал, только на один призыв такой. Кто что знает, про Клавдию Стержанину напишите. Это я же все сидел, печатал, и все данные, данные, данные. Притом живые люди. И они никакого ответа уже не дали. Это патриархийное состояние. В книжке-то вроде бы все нормально написано. Но на деле показали, что нет. Ей сказали, ой, что ты, тут еврея упоминать нельзя. Ради евреев везде из паспортов убрали. Национальности. Вообще, такого никогда в мире не было. Нет национальности. Да какой же это паспорт-то? Кто ты? Афинянин ты или кто? Дальше. Если верим, что Христос воскрес, тогда нам не только не нужно искать чудес, а нужно отвращаться от многих из них. Разве можно доказать истинность Мессии, пророка Ионы? В желудке кита он сварился бы от кислоты. Да и какая бы крейсерская скорость кита, да как он мог бы до самого берега-то плыть, не сесть на мель? Да. То есть вопросы какие могут задавать люди-то? Где командировочное удостоверение у Ионы? Сейчас вы представьте в суд. Ничего этого мы не ищем, а верим. Прочие за неверие остаются в пучине. Книжка ваша добротная, но совершенно ненужная в смысле спасения. Представь, каково им было получать-то? Вот так открыто-то сказать-то, ну... Ясно дело, что я не спешил к ним, друзья, набивать это. Ну, помощь оказать мог, нет. Нужно установить абсолютный авторитет Библии. И вы не обидьтесь. Потом вы и сами это поймете. Чудеса и воскресения есть во всех религиях и у сектантов. Здесь на Алтай воскрес Дик Василий Корнеевич, немец. Этот лежал уже в гробу и восстал. Но не стал православным, а стал баптистом. Конечно, такое чудо вовсе не интересно для православных. Значит, речь уже идет не о чуде, а о своем. Баптистов же не интересует Клавдия, так как она официально ходила в православную церковь. Дик выступал, разъезжал, и его не трогали власти. Видите, он говорил в Барнаволе, я его тоже сам слышал. Я к нему потом посылал человека. Матюшин Алексей ездил туда. И он дополнительно его расспрашивал, почему он не стал православным. Это было записано на магнитофон. Этого нельзя было опровергать. У него сотни очевидцев были. Когда меня судили в 1986 году, то поминали о записи про Клавдию в книге «Для слова Божия нет уз» на странице 513. Так напечатано, на кавычке открыто. Следователи и суд опирались на показания экспертов, двух кандидатов, доцентов тучных, жующих даже в зале сюда жвачку. Как тучные египетские коровы в тростнике. Они лениво бросили. Там, так там говорится, что женщина воскресла. Ага. О Клавдии Устюжановой. Как будто и они не воскреснут, чтобы ответить на лжеэкспертизу. Кавычки закрыты. Даже в описании вашем про Клавдию, какой вокруг нее был климат, и что было с другой воскрешей, Антониной. Это же гимн невежества православных, и акафист, и лени, и безделью батюшек, что народ во тьме. Его совершенно не учат любить Библию. Какие могут быть доказательства воскресения Лазаря или дочери Иаира? Нет ни справок, ни расследований. Неверой смеются над каждым чудом. Я вам говорю, что это ничего не дают. Они исследуют, доказывают, рассматривают, какой документ ей выдали о смерти. Ну, доказали, узнали. Врачи все равно опровергают, не верят в это. Дальше. Марка 5,40. И смеялись над ним. Но он выслал их всех. Берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. По-нашему, нужно было бы побольше людей, да и с доктором медицины взять с собой, и они потом будут свидетели воскресения. Что девица действительно умерла. А не просто сердце у нее остановилось, и еще не прошло пяти минут, и значит, что это еще не клиническая смерть. Еремея 17,9. Лукавость сердца человеческое. Более всего и крайне испорчена. Кто узнает его? Наши книги есть у отца Кирилла Сахарова на Бересеневке. И у отца Александра Иосифовича Нежного. Хотя и не все. Вышло у нас 16 книг за два с половиной года. На выходе еще две. Войдите на наш сайт, и там прочтете все вопросы, мои ответы. А их уже более 2200. Похоронные марши, так будет и дальше. Смех исчезнет совсем из жилищ. Духом Божьим пророки изрекли это раньше. Пусть богатый познает, как несчастен и нищ. И никто не поможет детей потерявшим, запелененным куклам, опаленным тротилом, почерневшим от горя, коснуться их страшно, под терактом надежду свою схоронили. Очень нужное горе. Набат на фаворе. Клан Гроссмейстеров дальше плетет паутину. В кабинетах планирует адская свора. Если тайну открыть, кровь по жилам застынет. И глобальные планы в Масотской Клоаке. На угольник и циркуль прочертят пунктиром. До тех пор, как воссядет антихрист в их храме, опояшется лозунгом мир во всем мире. На ступенниках валюта развесистой клюквой. Снак шестерки петлей на вис в подбородку. Власть тирана уже нестабильна и хрупка. И правитель серепый покажется кротким. Эти взрывы, захваты наемных убийц, есть прелюдия к плановым пертрубациям. Груды трупов для стаи прожорливых птиц. Зверь багряный воссел на всемирное царство. И не следует думать. Террор, мол, случайность. Не могли ли предузнать, что-то сделать заранее? Бог и слово его предаются молчанием. Не тогда, кто воссел в Соломоновом храме. Растекается запах горелого мяса. Расширяется площадь для братских могил. Семиглавый дракон шар земной опоясал. В основание престола заложен тротил. Марширует оркестр к похоронному маршу. Миллиарды сметет от едоков бесполезных. Обыватель слепой этим всем ошарашен. Словно кролик к удаву, зажмурившись, лезет. Седьмой, но и свой, но и четвертый, Игнатий Лапкин. Вот об этом вопрос. Теперь... вопрос 2606-й, 12-й том открытый МОКО. Слово фанатик стало ругательным, а вы говорили, что это слово не оскорбляет человека, что так называют человека, готовый умереть за свою идею. Покажите на каком-то примере из Писания, из Утия Святых. Это в университете я занятия веду за кафедрой и в это время вот такие вопросы идут. Вопросы-то серьезные. Видно, что люди эти уже слышали про Писание, уже авторитет от Писания есть. Дальше. Филиппийцам 1,21 Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 3,8 Да и все почитаю счетую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. 1 Макавейская 6,46 И подбежал он под того слона, лег под него и убил его и пал на него слон на землю и он умер там. 2 Макавейская 14,46 Совершенно уже истекая кровью он вырвал у себя внутренности и взяв их обеими руками бросил в толпу и моля Господа жизни и духа опять дать ему жизни и дыхание кончил таким образом жизнь. Вот как описывается в житиях прощание молодых супругов и о чем заботится молодая жена-фанатичка Наталья 26 августа кавычки открыты Молю тебя Господин мой «Помнить помнить наш союз и мое присутствие при тебе во время твоего страдания и желания тебе венцов помолись ко Господу нашему Иисусу Христу чтобы он взял и меня с собой чтобы как жили мы с тобой вместе в этой многоскорбной и исполненной грехов жизни так неразлучно прибыли и в он и блаженной жизни Молю тебя Господин когда передстанешь ты Кресту Господу принеси ему первую о мне молитву верю я что все о чем не попросишь ты даст тебе Господь ибо молитва твоя любезна ему и приятна прощение твое но ты знаешь нечестие граждан сих и безбожия царя и я боюсь того как бы не принудили меня выйти замуж за другого нечестивца и язычника тогда сквернится ложе мое и расторгнется союз наш молю тебя соблюди супругу твою как учит апостол дай мне в награду за мое целомудрие умереть с тобою и когда мучители и убийцы слуги принесли в темницу железную наковальню и молот Наталья увидав это и узнав причину их прихода встретила их с мольбой о том чтобы они начали с Андре Адриана так как она боялась чтобы муж ее видя лютое мучение и кончину других мучеников не устрашился мучители послушали Наталью и приступили сначала к Адриану а Наталья подняв ноги мужа своего положила их на наковальню мучители с сильным ударом молота по ногам мученика перебили ему голени и отбили ноги умоляю тебя господин мой раб Христов сказала Наталья пока ты еще жив протяни руку твою чтобы отбили ее и ты тогда сравняешься с прочими святыми мучениками которые боли пострадали нежели ты святой Адриан протянул к ней свою руку а она взяв ее положил на наковальню мучитель ударив сильно по руке молотом отсек ее и тотчас святой Адриан предал душу свою в руки Божии от великих страданий между тем святая Наталья жила в своем доме имея у себя руку любезного своего супруга святого Адриана который она помазав драгоценным миром и обвив парфиром положила в изголовье свои постели чего никто не знал из ее домашних присажив себе руку держать и никакого зловония не было придя в храм к телам святых мучеников святая Наталья с несказанной радостью припала к ним лобызая их и проливая от радости слезы приложив руку святого Адриана к его телу она преклонила колени колено и долго молилась вот так это вот что такое я объясняю одно слово что такое фанатики дальше благодарю Господь что вовремя отнял мной зацелованную кошку чудо-пса дневник просматривая не нашел и дня когда мое привычное не жег и не кромсал а все молитва вопль мой как в тумане кричу невидимому Богу Егове через отца ответ твой через маму ускоренно к отходу нас готовишь любовь неразделенная страдания ей безответный белый свет не мил соединились мы через писание у десятеренных дай Господь мне сил ты знаешь что препятствует любви что закрывает от меня твой образ переливай переплавляй дабы могли по отношению к тебе иметь все первым сортом что закрывает за разглядеть тебя твою заботу нежность и угрозы пусть моль и ржа бесследно истребят зачем и почему не задавать вопроса доверие к тебе ты будущее знаешь оно перед тобой все в настоящем миге к тому что рядом быстро привыкаешь нас связывают с тем канаты а не нити для пользы общей времени в обрез а мы на пустяки транжирим чудо время ты любящий пускаешь нас под пресс из грязной сажи получая кремль и только вечность можешь осветить последствия крушения и погибель сам властно перевел нам стрелки на пути земную хижину перекрыл в обитель благодарю Иисус за все заботы ты право дал молиться и смиряться что делаешь не разгляжу и части сотой мне травы горькие да будут вместо сласти 21 0 1 0 5 Игорь Тилапкин ну еще тут два вопросика их мы скинем уберем вопрос 3495 22 открытым оком какое событие в жизни человека более всего содействует его правильному рассуждению о жизни какое что ты ответишь какое событие ответ ответ чужая смерть когда человек ее примеряет к своей жизни слова смерти звучат уже в раю и снова о смерти напоминается в раю 503 раза в Библии упоминается о смерти сколько 503 раза 503 раза значит это очень важно зачем бы Бог упоминал Бытие 2.17 а от древа познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь откровение 21.8 крестить ребенка ни разу не указано чаще причащаться ни разу не указано а смерти 503 раза что непонятно то боязливых же неверных и скверных и убийц и лебодеев и чародеев и идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую это смерть вторая серахов 41.1.2 о смерть как горько воспоминание тебе для человека который спокойно живет в своих владениях для человека который ничем не озабочен и во всем счастлив и еще в силах принимать пищу надо пищу можно еще принимать сидела мать у колыбели дитя спало но в странном сне его уста уже не олели а будто улыбались мне свеча бросала отблеск бледный ребенок бледен был лицом я думала я думал я думал спи малютка бедный пока ты с горем не знаком придет пора и вспыхнут страсти в сомнениях истомится ум и станет рваться грудь на части и лоб наморщится от дум и может быть среди обмана надежд напрасных и сует ты пожалеешь слишком рано о том что был рожден на свет и я на мать взглянул уныло увидел слезы на глазах лицо ее так грустно было так много скорби на устах я подошел передо мною лежало мертвое дитя а мать качала головою и в холод бросила меня 841 Огарев а кто такой Огарев видимо поэт какой-то поэт значит ты близко его не знаешь да а кого царское правительство выслал он колокол сдавал Герсон 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 это друг его 1841 год и страх берет что чувство схоронилось по нем в душе печально холодно как в доме где утрата как в доме где утрата совершилась хозяин умер пусто и темно лепечет поп над гробные страницы и бродят в комнатах все пасмурные лица 44 это надо было вырезать она не на том месте стоит Огарев это опять Огарев он много о смерти рассуждал вхожу я в церковь там стоят два гроба окружены молящимися оба один был длинный гроб и видел в нем и мертвеца с измученным лицом с улыбкой отчаяния глухого и кости лишь до кожи так худого казался он не стар но был уж сед как будто бы погиб под нож и обед бледна как он и столько же худая стояла возле женщина рыдая и дети нищие на мертвеца смотрели с детской глупостью лица а гроб был мал и в нем лежало дитя так тихо будто задремало отец и матью гроба а вокруг одетых в траур было много слух печально мать красавица молчала то плакала то тяжело вздыхала отец в себя казался углублен и все шептал зачем он был рожден и я тоски не в силах был сносить я вышел вон и в лес ушел бродить и ветер выл и тучи тяготели а на корнях треща качались ели огорёв сорок девятый год у гроба твоего в торжественной печали безмолвно я стоял и думал в тишине ведь тело мертвого давно не новость мне а слезы на глаза невольно выступали все та же комнатка знакомая где ты свой отжил век среди лишений мечты одна свеча горит печален угол бедный и труп передо мной лежит худой бледный а как твой мертвый лик спокойный прекрасен седые волосы а умное чело застыло словно воск и бело и светло и взор хотя закрыт окажется что ясен улыбка скорбная прошла не без следа на грудь раскинула седая борода рубашка белая потом худые руки да знаем умер ты о затаенной муке 857 Огарев вопрос 3737 как вы относитесь к числу 13 25 том не прочитал 25 том открытый молка как вы относитесь к числу 13 почему многие боятся или не любят это число вот видите какие вопросы задают ответ суеверия основаны на ожидании несчастья объяснение дают такое что в латинском языке слово смерть морс начинается с буквы м а это буква в алфавите стоит на 13 месте видите как никогда не догадались что в чем дело 1 коринфянам 15 53 55 ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертие когда же тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертие тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победою смерть где твое жало ад где твоя победа то есть явно дело что уходит и далее по латынски сколько здесь 5 строчек слово морс вот где встречается и далее я поясняю псалом 17 5 объяли меня муки смертные и потоки беззакония устрашили меня евреям 2 15 избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству сирахом 41 2 мысль об отжидаемом и день смерти производит в них размышления и страх сердца сирахом 41 5 у всякого досада и ревность и смущение и беспокойство и страх смерти и негодование и распря и во время успокоения наложен в ночной сон расстраивает ум его вот так суеверия достигает такой степени что отменяет счет цифры 13 пропускает такой номер в этажности в номере квартиры во первых от цифры это ничего не зависит а во вторых смерть в любом случае никого из живущих не минует видишь как главное даже цифры 13 вот нету номер квартиры этажа бросили чтобы 13 и не было 1 Маковейская 7 43 49 и вступили войска в сражение в 13 день месяца адара и разбито было войско Никанора и он первый пал в сражении и установили ежегодно праздновать этот день 13 числа адара бытие 17 25 измаил сын его был 13 лет когда была обрезана крайняя плоть его 3 царь 7 1 а свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой Есфирь 9 17 это было в 13 день месяца адара далее на Дилионскую горою царила полночь все кругом объято было мирным сном и безмятешной тишиною в саду Гевсиманском стоял он один перед смертной мукой томимой отцу всеблагому в тоске нестерпимой молился страдающий сын когда-то возможно пусть отче минует мячаша сия однако да сбудется воля твоя и шел он к апостолам с думой тревожной но скованный тяжкой дремой 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 апостолы спали под тенью оливы и тихо сказал он им как не могли вы единого часа побдетесь со мной молитесь плоть немощна ваша и шел он молиться опять но если не может меня миновать не пить не пить чтоб ее эта чаша пусть будет как хочешь ты отче и вновь объял его ужас смертельный и пот его капал на землю как кровь и ждал он в тоске беспредельной и снова к апостолам он подходил но спал и апостол и сном непробудным и те же слова он отцу говорил и пал на лицо и скорбел и тужил смущаясь в борении трудном о если б я мог в саду гевсиманском явиться с мольбами и видеть следы от божественных ног и жгучими плакать слезами о если б я мог упасть на холодный песок и землю лапзать ту святую где так одиноко страдала любовь где пот от лица его падал как кровь где чашу он ждал роковую о если в ту ночь кто-нибудь в ту страшную ночь искупления страдальцу в изнывшую грудь влю слово одно утешение но было все тихо во мраке ночном и спали апостолы тягостным сном забыв что грозит им невзгода и в сад гевсиманский с дрекольем с мечом в леком иудой входили тайком мятежные сонмы народа А.Н. А.Пухтин А.Пухтин вот такой поэт был и теперь последний вопрос по этой теме напрос 3489 22 том открытый МОКО Сидела Мария у ног Христа слушала его поучения и получила очень высокую оценку от него если такие святые отцы как Антоний Великий были подобны пчели собирающие нектар с разных и многих цветов то есть набирались самого высокого подвига от разных отцов пустынников то почему они не припаривновали этой женщине которая явно была ученицей Иисуса несомненно угодно ему и как нам уподобится благоразумно это Мария сестре Марии Марфы и Лазаря какие вопросы серьезные почему они искали где-то по пустыне ходили кто человек скажет а почему прямо не хотели слушать Бога ответ только и спросив любви к Иисусу его слову которое и ныне тоже что и в те неблизкие времена Мария не философствовала но молча внимала Иисусу и складывала в сердце своем слова возлюбленного и жизнь ее была после того иной ныне сидеть у ног Бога человека Иисуса из Назарета можно только в молитве читая его вечную Библию а вот к этому то не звали людей отцы пустынники не организовывали кружки по изучению Библии и не рассыплали миссионеров по всему миру как это делают ныне сектанты этим они подписали сами себе и своему делу смертный приговор что и незамедленно сказаться Дмитрий Ростовский составляя и выдумывая во многом жития святых уже сидел на развалинах монашества и православия что столь ясно выразили потом Игнатий Брянщанином и Феофан Затворник что и монашество и православие уже в прошедшем временем можно называть и сегодня если и есть архиереи и священники понимающие это то они понимают только келейно сами то они не так и не пытались сдвинуть святое дело с мертвой точки остаться без Библии значит пуститься в авантюру измышлений и выборки из человеческих домыслов что рискованно и погибельно вот участь евреев и участь русских Еремея 9.13.16 и сказал Господь за то что они оставили закон мой который я постановил для них и не слушали глазу моего и не поступали по нему а ходили по упорству сердца своего и во след ваалов как научили их отцы посему так говорит Господь Саваоф Бог Израилев вот я накормлю их этот народ полынью и напою их водой с желчью я рассею их между народами которых не знали ни они ни отцы их и пошлю вслед их меч доколе не истреблю их причина очень ясна вызрела за что эта катастрофа но того не хотели знать и не хотят знать по ныне Псалом 118.136 из глаз моих текут потоки вод от того что не хранят закона твоего перенесемся мысленно в Эдем по райским кущам первая прогулка еще в проекте дьявольский тандем ему противостать один смогу ли про экологию не слышала щита а я незримый нынешний сознанием прошу пока всезнайка не считать тот змей меня так просто не обманет но вот случился первый разворот в истории страница первая и строчка я в первый раз в саду приоткрываю рот понятно не буквально а заочно плоды вкушаю аромат и вкус и вид невообразимо райский чудный звере вокруг и не пугает хруст и не поймешь то праздник или будни то есть хрустит под ногами хворост идет зверь тогда никто не боялся и главное от смерти нет намека мой возраст тот же самый что вчера болезни эпидемии далеки лекарств не надо травки доктора неужто я со змеем соглашусь нарушить заповедь и вышвырнутым быть не к древу знание извилистый маршрут схожу на водопой где след когтей копыт и видя всю гармонию саду зашел бы перекрывся голоса за что запел бы перекрывся голоса понятие этому еще не раз еще приду захочется от радости плясать я этот рай не видел и во сне ни тех красот ни даже малый кустик но я уверовал не стал в грехе коснеть спасение получил в крови Иисуса история у каждого своя не сможем ли к спасению прибиться не заползет сомнение змея евангельская вера вот драгоценный бисер 27.05.7 Винати Лакин все на этом сейчас сейчас посмотрим что у нас тут получается 56 другое может даже было бы и не начинать но мы начнем немножко еще 4 минуты я начну сейчас с другой темы с этим мы закончили тема будет сейчас такая вера это взаимоотношения вот смотри теперь взаимоотношения и первый вопрос людей вопрос 2759 13 открытым окон как вы разрешаете свои конфликты с вашими сотрудниками это меня спрашивает ответ смотря в чем если в материальном то мне намного проще уступить им отойти в сторону но если дело касается духовного то тут наступает серия разъяснений убеждений иногда с одного захода окончание на виду а иногда и затяжные письма так недавно получилось отцом нафанаилом с его письмом к моему брату по вере и затем им ответом и его разъяснением на том и закончилось отец нафанаил свободный казак и он ничем не связан потому может себе позволить разговаривать как сторонний наблюдатель притч 27 9 масти курение радует сердце так сладок всякому друг сердечным советом своим кавычки открыты милый мой драгоценный Игнатий Тихонович мир вам прочитал ваш вопрос о предисловии к 7 тому с чего начался у нас предисловие к 7 8 том а 7 8 том открытый моком о монашестве разбирая жития святых и предисловие написал ну я написал вставлял он так это он написал он дальше и ваш на него ответ все хорошо у каждого есть право на свое мнение по поводу любой ситуации о том что разговоры о благодатности и безблагодатности во московской патриархии запрещены и у вас об этом не говорят меня предупредил Дебунов в первые же дни моего поселения у вас потом вы лично повторяли это неоднократно и я не рассуждаю о том считаете ли вы МП благодатны или нет это ваше дело но о том что за 3 года я от вас ни разу не слышал что МП благодатны или безблагодатны и вы об этом не говорите это факт и если я об этом помянул в личном письме другому человеку в этом нет никакой дерзости или лживости а цитата из вашей беседы с отцом Кириллом также ни о чем не говорит если вы считаете ММП церковью то это еще ничего не говорит о ее благодатности или безблагодатности католики тоже церковь только еретическая поэтому они безблагодатны согласно учения святых отцов теперь более интересное о хитрости подобной экклезиологии учения о церкви только заметьте пожалуйста что я не вас назвал хитрым и даже не сказал что вы хитрите здесь уязвляться вашему особолюбию совершенно нечем речь идет о церковной позиции которая последние десятилетия характерна для РПЦЗ а также поддерживается некоторыми другими юрисдикциями например митрополита Аропостского Киприана вот эта позиция является хитрой то есть непоследовательной и весьма выгодной и конечно же я бы не употребил этого слова хитрое в публичной печати так как ему можно придать разный оттенок от лукавства до мудрости и искусности в ремесле так в церковных молитвах Бог неоднократно называется всех хитрецом а в словаре русского языка Ожигова есть четыре значения этого слова два из которых отрицательные а два положительные означающие искусный в каком-либо деле замысловатый мудрёный слово было употреблено в личном письме между двумя людьми к вам относящимся безусловно хорошо и главной темой была отнюдь не ваша личность и я как автор и Никита как получитель восприняли это совершенно спокойно ничуть не меняя к вам своего отношения конечно злонамеренный человек всегда может истолковать любые слова превратно но удивительно что так болезненно отреагировали именно вы учтите также что РПЦЗ тоже была членом Всемирного Совета Церквей и точно так же ее представители участвовали в молитвах с серетиками и ушла она оттуда не из соображений веры а в знак протеста когда Московская Патриархия вступила в СВЦ так что экуминические веяния скоснулись ее в полной мере более того с другими поместными церквами РПЦЗ перервало свои отношения опять же не из-за их экуминизма а больше по настоянию МЛП которая давила на своих друзей по приказанию советской власти это потом уже РПЦЗ усвоила гневную риторику борцов с ересами потому что жестокое противоставление означает напряженность в отношении со властью а также требует большего большего труда в объяснении примерянам вероучительных различий между ними и официальными церквами потому что простому человеку очень трудно угловить разницу богослужение одинаковое одежда одинаковая где разница поэтому для того чтобы удержать у себя верующих необходимо постоянно доказывать что те другие неправильные допустим что просто исполнять каноны это свидетельство как бы вы пишете монашеский кастрированности на все глядеть через выжатые пересушенные мысли поджаренные на канонах которые они в живе и не подминают кавычки закрыты ну тогда вы выбиваете у себя всякую почву из-под ног и получается что каноны можно не просто нарушать а поступать абсолютно вопреки если вы считаете себя малопаловозрелым производителем в действии но и без того полно таких производителей которые учат как нарушать каноны придумывая этому оправдание их выпускают целыми табунами духовные семинарии поэтому если позволите я останусь на этой позиции которые придерживались святые отцы и соборы есть еще один путь объявить что ничего плохого в расколе нет в общем то вы неоднократно говорили это цитируя деяние но так как некоторые жесточились и не верили злословие путь господи пред народом то он оставил их отделил учеников и ежедневно проповедовал и училище некоего тирана деяние 19.9 но здесь необходимо учесть что апостол Павел отделил учеников от иудеев от тех иудеев которые не принимали Христа то есть в котором даже еретиками не были а были вовсе богохульниками ну и конечно же подобный подход будет противоречит православному учению церкви двукратные 13.14.15 правила надеюсь что вышеприведенные рассуждения ясно показали почему современную екклезиологию РПЦЗ я считаю мудреной то есть хитрой и опять же смей вас уверить что вас лично я в хитрости не обвинял и не считаю вас балаганным шутом и лицемером как вы выразились а о том что благодарности и без благодарности говорить нельзя это я слышал неоднократно а о благодатности московской патриархии вы мне не говорили ни разу я бы это запомнил так как именно эту тему мне часто и со многими приходилось обсуждать пойдем дальше в письме есть еще один момент где вы могли заподозрить мою кавычках нелояльность к вам это слова о молитве с баптистами вы сами неоднократно говорили о своих молитвах с баптистами более того баптистов в детском лагере предоставляли возможность молиться со всеми вслух Петеримову не раз говорили о том что вы бывало длительное время ходили к баптистам и они долго не знали что вы православный это конечно же явное нарушение многих канонов но теперь внимательно перечитайте следующие строки в письме к Санкарову ну допустим в частных случаях это может иметь какое-то оправдание хотя и страшно и шаткое если вы подошли к этому письму доброжелательно то могли бы видеть что я нахожу вашим действием оправдание учитывая ваши цели и то что результатом нередко было обращение в баптистов православия более того при добром отношении вы могли бы заметить что я просто константирую факты не обвиняя вас ни в чем и даже напротив стараясь смягчить и оправдать подобные действия вам отлично известно что я писал об этом статьях и другим ставил вас в пример по этому поводу другое дело когда подобные действия молитвы и середиками становятся из исключения ну и тоже помогайте мне мышкой за исключением правилам без того преподносится как нечто нормальное вот с этим я не согласен потому что это противоречит учению святых отцов а я их все таки уважаю больше чем вас к счастью или к сожалению могу сказать еще и то что я сам неоднократно молился середиками из московской патриархии и из протестантов находя себе оправдание может быть это и малодушие но мне никогда в голову не приходило учить что середиками можно молиться потому что нигде кроме собственного мнения этого обоснования найти нельзя ни в библии ни в канонах разве только в ваших словах отцу Кириллу в той же книге для слова Божия нет уз где вы говорите что с баптистами молиться можно посмотрев еще раз письмо нашел еще слово втереться в доверие которое вы опять же совершенно подспешно отнесли на свой счет меня не раз люди из МП спрашивали если мы еретики то почему ты с нами общаешься целуешься молишься на что я шуткой отвечал чтобы в доверие втереться и даже если они не соглашались с моими взглядами они совершенно правильно меня понимали что я искренне желаю им блага и говорю что думаю ничего не скрывая и желаю сохранить добрые отношения несмотря на согласие и вере поэтому я опять таки уверяю вас что во первых в этих словах нет отрицательного смысла во вторых они относятся вовсе не к вам а к особенностям этой церковной позиции что можно легко увидеть если внимательно перечитать эти строки я же вам желаю мира и благодати на пользу окружающим и учите пожалуйста если даже некоторые ваши взгляды мне кажутся неверными или пагубными в любом случае мое отношение к вам остается самым доброжелательным слава христу с уважением или романах нафанаил Греция 1 декабря 2004 года Тавита 4.18 у всякого благоразумного проси совета и не пренебрегай советам полезным я уже в играх представлю я дальше всю жизнь со сновидением боролись монахи и послушники монахов над помыслами бдели усиляя строгость мариновали корень в охи-ахи чего же проще было их женить плодиться размножаться христианству порвать от иночества сутенера в нить под векселя в зло обещанного царства так сколько штам талантов зарубили кастрируя лжевые сны и мысли ножи словесные безжалостно скопили не зря же плети перед входом свисли испепеляли зноем несу свет на похоть природа созданная Богом требует свое до старости глубокой корешки не сохнут в устоме сна увидев водоем сны на вождении бесовстом почитались за них себя корили и казнили их нервы струны из дамасской стали и в каждом самое снильское в разливе видений облака и часто сон мы туч монументальные упырянства учителей не вешт таких хвали и на огне их муч но только им не мыться не свирать одежд подножный корм при изобилии рядом закопорены в холод в тесноту идей не высунуть и носа не выйти за ограду бросались с легкостью жену своих детей не перечислить жертвы на алтарь гранитность не свободы хуже рабства не мы придумали так повелось уже в старь я не сгущаю под пустыней краски а если бы там дух святой царил слова Христа имели вес по всем приметам тогда в Евангелии свет пустыни озарил апостолами стали Магометы 30.04.05 ну на этом все прощаемся все